вопрос от артема даже несколько что дает танец эмоционально и физически лично вам танец для меня это главнейший способ самовыражения моей жизни для меня это всегда вызов это всегда ответ самой себе эмоционально на сцене танец для меня это и мои небеса и моя исповедь и мои молитвы это же и мой ад и мои грехи и моя корзина куда я все сбрасываю это все я иногда думаю что наверное может быть даже моя профессия это для меня более реальная жизнь чем скажем так повседневная вне танцевального зала вне сцены потому что там я чувствую себя куда более увереннее и мудрее еще вопрос от артема сын интересуется танцами до сына очень любит танцевать у него такая склонность к брейк-дансу у меня крепенький мальчик сейчас постоянно находится на репетициях на прямых эфирах даже раздает кстати автографы да бабушка я даже не вижу ну зачем же вы у нас берете автографы вон она же сидит пойдите люди говорят до нее пробиться дайте хоть нам автографы и мой сын там что-то калякает-малякает на репетициях тоже бегает под ногами у танцовщиков но добавляет жизни в зале поэтому я его всегда беру и ребята с которыми работают тоже не против все знакомые танцуют сколько лет его уже 38 не представляю какие там автографы вы его не отдаете никуда ни к кружке он ходит уже он ходит в школу развития на них есть творчество английский язык есть музыкальные занятия допустим были сегодня он также ходит на айкидо пока очень балуется на занятиях но приглашать мы не собираемся пусть постепенно приучается в дисциплине момент защитник растет да еще вопрос от антона какой ваш самый любимый суть танца и почему я люблю танец во всех его проявлениях главное чтобы это было талантливо выставлено хореографически и еще больше люблю когда это талантливо испортно конечно я люблю какие-то экспрессивные вещи да и глубокие я не могу сказать что какой-то стиль танца я не люблю может быть я не застала хип-хоп во время своей так сказать активной танцевальной карьеры но ничего не имею против и даже иногда я была в америке я выбрала мастер-классы по хип-хопу по лирическому хип-хопу даже крамп люблю все стили танца главное чтобы это было талантливо так следующий вопрос и нас спрашивает собираетесь ли вы давать мастер-классы в киеве сюда то как скоро честно признаюсь не собираюсь потому что я вообще не люблю давать мастер-классы как-то никогда этого не практиковала раньше ну бывало что здесь в киеве вот еще несколько городах как-то так меня уговаривали но я больше люблю ставить я больше люблю вот знаете убедить танцовщика вкладывать в него чтобы он сразу что-то производил мою мысль осуществлял материализовал в танец не очень люблю давать мастер-классы хотя люди очень просят может быть может быть что-нибудь там обычно мне очень долго упрашивают честно так следующий вопрос от ксюши здравствуйте танюша я была просто поражена увидев вашу новую постановку как всегда мастерски непредсказуемо красиво сексуально и вашем стиле большое спасибо получу огромное удовольствие радуйте нас побольше такими постановочками спасибо большое я обязательно буду ставить в этом сезоне больше вот сейчас я взяла недельку отдохнуть потому что очень был напряженный график с перелетами перемешку с семьей с репетициями на следующей неделе я думаю уже приступлю снова постановка так вот пришел вопрос от кати м огромное тоже наверное тоже пожелание огромная просьба от огромного количества людей станцуйте пожалуйста в этом сезоне вокруг вас только достойных партнеров латкости ребята танцовщики было бы здорово снова увидеть вас там хорошо народ просит я станцию вы не представляете как это сложно то есть я я уже не танцую много лет много лет это очень сложно во первых это вредно для здоровья так взять но я я к этому иду я потихонечку сейчас растягиваюсь я потихонечку двигаюсь там что-то там ну станцуем танцуем просто так так не хочется обещать а вдруг вдруг что-то не так пойдет дай бог все пошло очень тяжело очень тяжело понимаете тоже выйти опозориться ну куда это нас уже и скорости то и нет даже честно говоря я думаю что выйдя на сцену я испугаюсь я помню когда мы станцевали с костей на тот момент я уже не танцевала три года и вот мы задаваться две недели поставили этот танец я вышла на сцену и я я не знаю просто потерялась и просто потерялся это должен быть опыт понимаете ежедневно ну пусть не ежедневно но все же ну может быть тряхнем стариной как как бы мы хотим мы хотим и наши годы дай бог тела наши нас не подвели до страшно страшно что вы думаете взял прям так вышел и станцевал он станцевали уже или на ногах стояли с перепугу так следующий вопрос никаким вопросами хочу вас парить я вами татьяна восторгаясь вы леди ну разве что не о танцах видел вас на творчих светлынах это приятное увлечение или что-то большее что такое связано на это наверное какая то вечеринка творчестве были что это такое было и снова видова сна от каком-то практик увидел я не знаю это упало я не знаю что такое честно постите простите я не знаю творче светлыны творчестве вечер что ли Ну, что-то типа этого. Последний раз я была на творческом вечере в апреле в оперном театре. Но, не знаю, честно, никак не отвечу. Томила спрашивает далее. Татьяна, что рождается первым? Музыка, а потом вы придумываете под нее постановку? Или сначала у вас появляется идея, а потом вы под нее ищете музыку? Вы знаете, самый верный способ – это когда есть музыка, когда она первичная, и картинка сама по себе, так сказать, приходит свыше. Спасибо большое, что приходит еще. Было парочку экспериментов неудачных, очень сильных, когда была первичная идея и пыталась найти под нее музыку. Так случилось в этом году в Пирогово. Была отличная идея, даже как бы вот и за несколько дней мы не смогли найти музыку. В последний момент получилось в черте что, но такое тоже бывает. Собственно говоря, музыка должна быть первичной, однозначно. Хотя я уверена, что танец может быть и без музыки. Кстати, хорошая идея. Вообще без музыки. Все возможно. Мне нравится эта идея. Танец без музыки совсем, совсем. Да, это был как на каком-то проекте танец слепых, да? Музыка, по-моему, была тогда в Бурзайле. Интересно. Оформите. Кэт спрашивает. Таня, вы что, правда собираетесь уезжать жить в другую страну? Вы же недавно говорили, что вам в Киеве хорошо, проекты новые будут. И не уезжать, например, качать. Ой, никогда не слушайте и не принимайте всерьез все, что я говорю. Я, знаете, как это... Такой характер, я модолею. Очень принципиально, но принципы могут меняться на противоположные. Поэтому я... Мне ни в коем случае нельзя давать никаких наперед каких-то вот этих расписаний. Знаете, у меня долгое время СТВ пытались меня приучить к расписаниям. Они, значит, меня присылают. Куда вам на почту присылать расписание? Я специально заливаю для них почту, они присылали, но это бесполезно. Я категорически против планов расписания и всего такого. Да, в Украине хорошо, но тем не менее я продолжаю жить сейчас на две страны. И не исключено, что в один момент я просто возьму и поменяю место жительства. Я за свободу, я свободный человек. Мне невозможно приучить к расписаниям, невозможно. Со мной так сложно работать, все плачут на СТВ. У них свое расписание, а у меня свое. А где бы вы хотели жить, если бы не в Украине? Ну, знаете, не хотите говорить или пока не решили? Да, зачем лишний раз в это вот с языком плевать? Опять писать, да? Татьяна Денисова уезжает в Америку или еще куда-то. Вита спрашивает, какие духи сейчас на вас и какие самые любимые на данный момент? Вы знаете, да, у меня есть одни любимые духи, одни единственные. Кроме них есть еще другие, но вот эти все знают, что так пахнет Татьяна Денисова. Вот так, это мой запах. Я не озвучиваю его, потому что по нескольким причинам не хочу плагиата. Не хочу, чтобы моих мужчин соблазняли моими духами. Вот как, тут одна читательница все-таки, ну, страшивает. Все мужчины смотрят на вас, как на богиню. Как вам это удается? Возможно, одна из причин это духи? Можно, да, магический роман. Дело в том, что я прежде всего сама заявляю себя как богиня, а потом уже они, наверное, смотрят на меня так. На работе, я не знаю, в своей профессиональной деятельности я себя чувствую боги, честно. Может быть, не всегда в жизни где-то там. Ничего себе не любить-то. Пока жизнь одна, надо любить себя. Будьте рады, что я спустилась с небес. Лейла спрашивает. О, прекрасно, Татьяна, дайте маленький женский совет. Как очаровать таких мужчин, как Костю Томильченко и Раду Пакликар? Ой, мои пупсики, они такие хорошие. Они чем? Женственностью. Женственностью. У нас своей, так сказать, настоящностью, понимаете? Не нужно играть никому. Надо просто быть настоящим. Вот я всегда, вот если я дурная, я вот пришла сегодня на работу дурная, они все сидят, сидят, пишут вот это. Я к каждому подскочу, стрясу, скажу, привет, что ты, что ты. Понимаете? Ну, женщина должна быть настоящей, живой. Где-то загадочной, где-то, я не знаю, очарованной, околдованной. Просто нужно быть вот, вот как чувствуешь себя, такой и будет. Я всегда настоящая. Нет настроения, даже не заходите в пример. Могу еще и написать, ты сам, бумажку приведет, осторожно, злая собака. А могу прийти как богиня, могу нарядиться, где каждый волосок будет уложен. Шубку одену, туфель на голые ноги, понимаете? Зайду и вот так встану, смотрите на меня. И пусть кто-то не посмотрит. Кто не посмотрит, тот дурак. Надо заставлять, заставлять на себя обращать внимание. Вопросы Таня. Танечка, добрый день. Есть ли у вас любимые места в Киеве? В Киеве? Я как бы не очень люблю находиться, что ли, на улице. Ну вот так вот. Я сейчас живу за городом, поэтому мне вот нравится там мой лес, мой двор. По городу где-то ходить, там в каких-то парках, скверах. В Киеве так не сложилось. Есть в других городах, на земном шаре, вот такие вот места любимые. Они связаны с какими-то воспоминаниями. Какие-то скверы, какие-то мосты. Вот в Киеве так не сложилось. Видимо, все романтическое время, которое было, оно уже прошло. Ну, не знаю, может еще что-то будет. Вот в Киеве я люблю любимый ресторан, куда я могу прийти в любое время. И ко мне всегда будут внимательные типы, будут носиться. Я себе сяду в любимый уголок, открою интернет. Ну, вот так вот. Такие материальные такие места в Киеве. Только вот сейчас пришел к нам вопрос от читательницы. Вы очень красивая женщина. Как ухаживать за собой и за кожей? Если у вас какие-то секреты. Ну, если честно, я так фанатично не ухаживаю за собой. Даже несколько безалаберно к себе отношусь. Это, скорее всего, гены. Но я знаю, что если пить много воды, фрешей, много спать, хотя это все не про меня, то вы, наверное, будете красивыми. Вам поспать не удается? Я вообще страдаю бессонницей. Я такая, знаете, люблю помучить себя, люблю поразмышлять. Ну, вот я неспокойный человек, совсем неспокойный. Люблю пострадать. Прям аж хлебом не кормить, дай мне страдать. Так, еще один вопрос, который тут тоже только что пришел. Ну, добрый день, скажите, пожалуйста, если бы вы могли сняться в кино, какую бы героиню хотели сыграть? Я думаю, из меня получилось бы «Отличная стерва». Так же какой-нибудь экшен, что-то вроде «Мистер и Миссис Смит» и «Лара Крофт» с оружием. Это про меня. Экшен. Так, сейчас смотрю, есть ли еще вопросы, если нет, то... Да, это был наш последний вопрос. Я вас попрошу сказать завершающее слово для наших зрителей, ваших поклонников. Да, собственно говоря, что сказать? Будьте здоровы, до новых встреч, спасибо за прекрасные вопросы. Кстати, вопросы отличные, да? Очень приятно с вами. Спасибо большое. Спасибо и вам. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok